Всем привет, дорогие друзья! Говорит и показывает Хакман. Сегодня мы продолжаем прохождение Quantum Ray. В прошлый раз мы закончили первый акт. И вот, как я понимаю, у нас получается первая развилка. То есть, от разветвления сюжета. Что ж, поехали. Узнаем, что это. Двадцать пять часов после разлома. Меня зовут Пол Сайрин. Семнадцать лет назад я основал Monarch Solutions с одной четкой целью. Кое-кто из вас будет сомневаться в верности моих поступков. Эта запись – мое последнее оправдание. Объяснение того, как все произошло. Я посвятил задачи всего себя. Никогда не отклонялся от цели, невзирая на жертвы. Потому что видел исход. Я видел, как все кончится. Есть проблема. Не отвезти о Джеке Джойсе. Его уже должны были привезти. Возможно, среди нас предатель. Это вы... Я тоже знаю. Иди на процедуры. Я найду причастных. Найди Джека. Отправь лучших людей. Это главное. И еще. Как ты понимаешь, вмешательство Джека привело к осложнениям. Свидетелей из университета привезли сюда. Займись ими. На данном этапе заминки недопустимы. Я вижу два варианта. Можно устранить свидетелей. Но в этом случае... Возникнут вопросы. Люди могут ополчиться против монарха. Все чисто, сэр. Или я могу развернуть широкую пиар-компанию, привлечь горожан на нашу сторону. Но в этом случае останутся... Незаметенные следы. Именно. Решать тебе. Но помни. Твое решение люди расценят как стратегию действий всей компании. Он, короче, играл... Метродотеля в Джонни Уике. Метродотеля Континенталь. Когда сможете подготовить ядро к перевозке? Где-то через час оно будет на пути в главный офис. Установку закончат еще до начала приема. Хорошо. Так, что здесь? Джек никогда не поймет, почему я так поступил. Уильям не заслуживал такой смерти. Но он слишком много знал и был слишком опасен для нашего плана. Тогда я впервые за много лет посетил эпицентр. Место, где я оказался, когда вернулся на 17 лет назад. Место, где 6 лет назад решилась моя судьба. Так, желтая зона зеленая, зеленая зона красная. Что это вообще? Предлагаю разобраться с текущими делами. Вон там Лиамберг. Он подробно объяснит ситуацию. Да, конечно. Она что-то в девку на колени-то поставила. Сар. Кто это? Эми Феррара. Одна из свидетелей. Ждем ваших указаний. Так отпустите девку, че вы? Котивируйте развилку. С усилением хроносиндрома росли и мои способности. Я мог выбрать один из двух возможных вариантов развития событий. Обязан был выбрать. Время застывало до тех пор, пока я не приму решение. Последствия развилки. Видни развилки раскрывает двух возможных вариантов будущего. Решения приняты вам на каждой развилке отразятся как на сюжете игры, так и на сюжете сериала. Выбирайте с умом. Так, жесткий подход. Пиар-компания. Давайте пиар-компания будет. Запустить пиар-компанию. Сделай заявление. Виноват в которых? Джек Чойс. Монарх запустит пиар-компанию и убедит людей встать на нашу сторону. Мы получим власть ценой лжи. Поиски продолжаются. Власти ищут Джека Чойса. Эй! Там внизу кто-то крадется! Эй! Это, кажется, Джек Чойс! Публично разоблачим Джека и устроим на него охоту. Все файлы, что я украла с КПП Монархом, загружены на компьютер. Но останутся свидетели. Джек все равно узнает все наши тайны. Так, Сайрин и Шеттерс в пиар-компании. Он манипулирует СМИ, чтобы свалить ответственность за инцидент в университете над Джека Джойса. Подтвердить выбор. А, тут можно еще посмотреть. А что такое здесь будет? Все угрозы нашему плану должны быть устранены. Стойте! Монарх займет жесткую позицию. Устранить все препятствия свидетелей. Прольется кровь. Но мне не впервые было принимать тяжелые решения ради высшего блага. Я тут порылся и собрал что мог о твоем братяннике. Черт, ты что! А я еще доверял Монарху. Но жители Риверпорта ополчатся против нас. УБИЙЦА! Мы сохраним свои тайны, но люди нас возненавидят. И у Джека появятся новые союзники. Монарх не имеет права вас устанавливать. Так всем на мосту и передайте. Короче, пиар-компания. Нельзя привлекать ненужное внимание. Убедите свидетелей молчать. Установите слежку и отпустите. Разверните пиар-компанию. Надо повлиять на гаража. Ее оставьте. Она возглавляет протестное движение. Как раз подойдет для нашей пиар-компании. Выхода нет. Я пойду через машину. Пол, подожди, нет! Джек! А, это что было в первом акте. Мои способности поведут нас. Помогут решить, как подготовиться к неизбежному концу времени. И у некоторых будет шанс выжить. Я видел конец времени. Вы решили заженную пиар-компанию. Сообщество 75%. Согласился с вашим выбором. Окей. Блин, интересно. Везут один. Monarch Solutions. В каком-то длине допроса в промышленную зону. Через 2 часа после разлома. Время вышло. О, это уже живое кино. Пошло. Посередине? Наверное, твоя мама. Слева, конечно, папа. А малышка справа? Сколько ей? Улица Лафайет, дом 114. Все верно? Это снял мой коллега Майкла где-то минут 5 назад. Что вам нужно? Хм, известно, что важно. Что будет со мной? Ну? Это зависит от тебя. Ладно. Согласна. Хм. Вот так вот. Дела делаются. На высшем уровне. Шантаж. Сила. Прямение и силы. Оружие. Я очень рад это слышать. Отселенный экран поставили. Хромакей. Все дела. Что он делает? Наркоман, что ли? Или что? Лем. На два слова. Боюсь, ты зря старался. Пропал сигнал из фургона с Джейком Джойсом. Как это пропал? Как это уже не важно. Просто найди его. Уинкер тебе поможет. Класс. В чем дело? Что? Ты сам не свой. Университет. Так мы не делаем. Это небрежность. А до сих пор у тебя все шло гладко? Иди домой, Леон. Жди звонка. Жена, поди соскучилась. Имели три звонка. Главный офис Monarch Solutions. Через два часа после разлома. Ага. Вон ее. Транслируй тоже. W, W, W. За что люблю нашего друга Стэна? За манеру подставляться. Представляешь? У него повсюду одинаковый логин и пароль тоже. Так что в облако к нему забраться не проблема. А теперь вуаля. Приф студию. Ого. Видишь, ты кое-кто играет по-крупному. Ну, и это что такое? Ты что делаешь, Бреннер? Кофе. Вижу, что не пиво, но нахрена его на стол? Вот. Подставка. Или в Айдахо их нет? Поехали. Да пофиг. Пользуйся. Знаешь, что дальше, Бреннер? Не знаю. Само собой. И это печально. Дальше вот что. Грузим наше видео с тёлкой Стэну и чувакам из WZWI. Стэну присылаем его фоточки в интересном виде. А потом самое главное. Пишем письмо. О том, что Рик Лэйм берёт на себя ответственность за всё произошедшее. И подпись. Искренне ваш. Местный террорист. Джек Джойс. Хватварь. Охрененно. Да. Чёрт. Мартин Хэтч. Мистер Хэтч, вы вовремя. Мы тут с Бреннером как раз нарыли компромат. На редакторе новостей WZWI. Он нам где-то через час обещал запустить в эфир наше видео. Отлично, Уинкот. Что там по Джойсу? По Джойсу? Ну, я засёк его фургон, перехватил камеру, устанавливаю место. Там, там, там всё непросто. Работай. А когда найдёшь, доложи лично Бёрку. По-моему, среди нас предатель. Предатель? Алло. Вас понял, мистер Хэтч, спасибо. Я даже знаю, кто это. Это был Мартин Хэтч? Свали из моего кабинета. Говорю, свали нахрен. Те ж ты, сука, спрятался. Какого? Ну, покажите, Джойс. Дом Бёрков. Два часа после разлома. Вот этот хер, походу, тоже. Начинает сомневаться. Потом, правильный ли... На правильных ли он, ребят, работает? Тебя опять ночью не было. На работе столько всего навалилось. Прости. Я просто... Мне снилось, что ты кот. Кот. Молодец-то, глянь. А лапы совсем, как у медведя. Большие-пребольшие. Чудная зверюга. Не стал ругаться. Ну, я знала, что это ты. Сцензаката. Молодец. Мне скоро обратно на работу. Желаю всем таким жен. Ты самый отъявленный трудоголик из всех региональных менеджеров. Я знаю. Он ей в лап шудует, что он менеджер. Милый, тебя два дня не было дома. Тяжко с твоей мамой. Что? Это... Это само тяжко, да? С ней просто невозможно. Она еще и беременная. Что такое? Стой. Ребенка задавишь. Ладно, 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 ладно. Победил. Ох. Закрой глаза. Короче, у мужика все хорошо. Но ему не нравится то, что... О, опять вызывает. Ох. Бери уже. Да. Берг, есть следы Джойса. Что там? Засек его фургон на складе на пересечении Бургундии и Уилкенса. Он на территории эпицентра. Отправляю координаты. Опять надо ехать. Надо идти. Угу. Компания «Монарх» стояла во главе технологического прогресса в нашей стране, переворачивая представление о возможном. Помимо научных и промышленных разработок, эта компания много инвестировала в Реверпорт с намерением реконструировать этот великий город и превратить его в экономический дизайн. Даже в киношных заставках сделали такую штуку. Ага. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пол, мы кое-что нашли. Джека. Ты уже всё видел? Он будет на острове, чтобы отомстить. Прямо сегодня. Ему нужно помешать. Немедленно. Я считаю, у нас есть более серьёзные проблемы. Это твоя пятая колонна? Ты недооцениваешь ситуацию. Джойсу повезло, он сбежал. И всё. Не такой он дурак, чтобы возвращаться. Мы уязвимы изнутри и только. Пойми это, Пол. Это я и без тебя знаю. У тебя в голове туман. Тебе пора на процедуры. Ты, Мартин, лицо монарха. Уже много лет. Но давай кое-что проясним. Я всё ещё капитан. Главное, с кораблём вместе не утоней. Найди его. Ну, ролик транслирует. Я хочу предупредить всех, что он очень опасен. Он террорист. Два сэндвича с беконом и яйцом. Благодарю. И мы очень признательны, чтобы не побоялись открыто рассказать о такой, судя по всему, опасной личности. Захожу сегодня к себе в лабораторию. А уравнение уже решили. Да. Только что поступили сведения, что служба безопасности компании «Монарх» поможет полиции в розысках Джека Джойса, дабы жители Риверпорта не пострадали от этих тревожных событий. Как дела, айтишница? Сама-то айтишница. Эй, сюда без пропуска нельзя. Вот мой пропуск. Вход разрешён. Тебе, небось, всю ночь не спать, так что... Яйцо не в смятку, надеюсь? Да вроде нет. Не парься, они новые. Фиона Миллер. Уволена. Тебя нет. Ну что, какие новости? Что у нас происходит? Новости. Да, новости. Нет, никого здесь хактёр пока не знаю. Соответственно, всё в порядке. Всё в порядке? Всё в порядке. Вчера ночью в университете стреляли. Всё под контролем. Ладно. Как думаешь, вечеринку сегодня отменят? Издеваешься? Ни за что. Хэтч знает, что делает. Тебя там ждать? На вечеринке? Меня? На вечеринке? А, я не знаю. Если хочешь, пойдём вместе. Пойдём вместе. Идёт. Да, я пойду. Замётанный чувак? Что, наденешь? Ну, не знаю, не знаю. Может, вообще голышом? Милая, мне нравится. Ладно, я пошла. Что? До вечера? Ага. До вечера. Да. Да. Чувак. Чувак. А где же Джек Джуйс-то? А где папа привезла? Лем, ты всё неправильно понял. Чёрт, Бэт. Я так надеялся, что это не ты. Просто выслушай меня. Отойди от машины. Отойди! Быстро! Брось пушку! Я не могу. Три секунды, и я стреляю. Я быстрее тебя. Зато стрелок хреновый. Нет. 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 Твою мать. Ушёл. Видишь, что происходит? Зависание. Всё чаще и чаще. Бэт, в чём дело? Что происходит? Время рвётся. Конец близок. А на Джойса вся надежда. Постой, постой. Конец. Конец чего? Бэт, конец чего? Времени. Времени. Привычной жизни. Всей вселенной конец. И мне кажется, в монархе всё знали заранее. И готовились. У них есть план. Называется протокол Ковчег. Он может нас спасти, хотя бы некоторых. Руки за голову. На колени. Браун. Уэлдер, повторять не буду. Джойс уложил половину моих людей. Может, ему помогал кто? Мы безоружные. Я отвечал... Да мне насрать! Я работаю на монарх. На колени! Леон, если они меня заберут, мне конец. И тебе. Ну! Делай, что он говорит. Не даем нас забрать. Иначе Ковчега не будет. Подумай об Эмили. Расслабься. Леон! Стопкнись! Ну, прямо это... Не, конечно, не голливудская постановка, но, в принципе, норм. Это протокол, Ковчег. Что это? Не знаю. Всем заведовал доктор Ким. Доктор Ким? Нужно попасть в его лабораторию. Невозможно. Ее закрыли, когда он пропал. А кто-нибудь может тебя провести? Да ладно, мужики. Этот, походу, тоже будет завербован. Еще 40. Сейчас их найдет. И... Еще одна. Хокер-маньякер. Ха-ха-ха. Спасибо, Кивана. Сырые яйца. Какая гадость. Твою... Мать. Лемберг. Попался ты, дружок. Хэйд будет в восторге. Ее, походу, тоже завербуют. Ее, сраный золотой мальчик. А если это его сейчас сольет, то будет жопа, конечно. Ну, реально, вот как сериал смотрится. Ай, вот срань. Интерактивный причем сериал. Не уйдешь. Сотрудникам Монарха. Фургонщики с едой будут ждать вас снаружи в 14.30. Сейчас они, походу, встретятся. Чарли. Опа-на. Нужна помощь? Да. Эм, можем поговорить наедине? Эм, а может, не надо? Давай у тебя в кабинете. Всего на минутку. Ладно. Так что там с Джойсом? Да, ничего там не было. Ничего там не было? Типа, его там просто не было? Или что? Нет, Хэтч, он дал мне другое задание. Проверьте лабораторию периметра. Ну, на острове. Ага. Он думает, Джойс там. Прислал меня за пропуском. Поможешь? Да, сейчас. Дай, дай посмотрю. Спасибо. Кстати, забавно, вот ты говоришь, наводка на Джойса оказалась слиповая. Не знаю. Мне вот сдается, что он там был. А второй чувак чем-то тебя напоминает. Ну, это, конечно, не ты. Ты же у нас работаешь на монарх, а тот чувак точно, точно не работает на монарх. Можно укрепнить. Эй, эй, не надо меня убивать, побереги время. Я только что поднял тревогу. У тебя секунд двадцать. Балифуешь. Не, ну, останься и проверь, кто ж против. Знаешь, что я с тобой сделаю? Знаю, что монарх с тобой сделает. Еще пятнадцать, четырнадцать, тринадцать, двенадцать, одиннадцать, десять. Удачи, старик. Девять, восемь. Нужно срочно задержать Леама Берка. Он вооружен и опасен. Слушайте, он на этаже Б, рядом с главным переходом. Напоминаем всем сотрудникам Monarch Solutions. Сделайте прививки от крифа. Это бесплатно. Обращайтесь в отдел кадра. И что, он выберется из этого здания один? Ну, хотя тут куча народа, они вряд ли будут стрелять. Куча народа, они не будут стрелять. Он не бессмертный, не сраный супергерой. Бреннер, я разбираюсь. Ага, знаю, знаю. Он встали, ага. Блин, ну реально сериал. Повторяю, южная парковка, четвертый этаж. Я вспомнил, как эта машина называется. Ну, что за, что за значка? Он сам 3050Z. Я вспомнил, потому что МИДФОРСПИД играл. Кто играл в МИДФОРСПИД, ставим лайки. Он уже выхода. Остановитесь. Вам запрещен выезд. Стоять! Стоять! Да блин, вы что? Блин! Так, он едет на юг Кыстман. На юг Кыстман. Группа бортов, он едет к вам. На полной скорости, осторожно. Вас понял. Подвязай, подвязай. Нет. Давай, ты справишься. Так а сейчас-то можно по нему пострелять? Да не его живым ходить. Не упускай его. Поравняйся с ним. А, вот. У него бронированная, что ли, дачка? И что? Все. Блин! Хватайте же! Третья улица! Он выходит к переулоку! Разборка! Блин, мне тут еще глаз за ним напугает. Зажимайте! Хрен скроешься. Стоять! Стоять! Будьте из машины! Руки! Покажи руки! Покажи руки! Вышел, вышел! Че-таки решил сдаться. Конец эпизода 1. Ну, на сегодня мы с вами Quantum Break заканчиваем. Да, неплохая такая серия, мне понравилась. Ответвление такое. Интересно, а если бы мы другой вариант выбрали? Там что-то другой был бы? Ну, хотя, да, наверняка там другие сцены убийств и так далее. Молодцы, классно, мне понравилось. Че ж, с нетерпением ждем продолжения. Продолжение следует...